Штрафы, блокировка и даже эвакуация. Радикально меняется еще одна система правил в Украине. Парковочная. Скоро уже нельзя будет оставить машину во втором ряду, например, или на пешеходном переходе. Сколько и за что придется платить? И главное, позволит ли новое правило навести, наконец, порядок в городах? Выясняла Евгения Коваленко. Машины против людей. Они стоят везде. На тротуарах, на газонах и выездах. Запаркованные улицы и дворы – проблема всех украинских городов. К примеру, чтобы припарковаться в центре Львова, нужна необычайная удача и чудеса маневренности. Поставить машину в центре Киева – тоже непроходимый квест. Исторический центр сейчас одна сплошная парковка. Стоят иногда даже в два ряда – на выездах и в проездах. К сожалению, прецедентов, чтобы был оштрафован, как-то привлечен к ответственности водитель автомобиля, который стоял на выезде, особо нет. В народе нарушители называют героями парковки. И воспитывать их взялись активисты. С помощью интернета даже движение организовали. Фотографируют машины нарушителей и награждают их специальными наклейками. Вот, например, автомобиль припарковался на месте для инвалидов. У него нет соответствующих обозначений. Но сами водители жалуются, они бы и рады парковаться по правилам. Да не могут. Андрей работает в службе доставки. Говорит, хочешь не хочешь, а нарушать приходится. Постоянно заставлены парковочные места. Паркуемся, где можем. В Киеве паркингов действительно недостаточно. К примеру, где могли бы находиться подземные гаражи, у нас магазины. Но все же главная проблема – в скупости водителей. Это одна из платных парковок в центре Киева. И свободных мест здесь вполне достаточно. Но водители просто не хотят платить. Поэтому паркуются с нарушениями кто где, зато бесплатно. Еще одно доказательство сомнительной экономии. Вне правил вот этот подземный паркинг в центре Киева. Современные оборудования, круглосуточная охрана, камеры наблюдения и датчики. Цена вопроса – 10 гривен в час. Но устраивает она не всех. Сейчас наш паркинг заполнен приблизительно на 50%. Вообще, общее количество машин и мест у нас 386. И эта средняя загрузка нашего паркинга, она достаточно стабильна. В основном здесь машины работников ближайших офисов. Парковку им оплачивают компании. А вот из собственного кармана люди раскошеливаются неохотно. В результате к запаркованным зданиям не может проехать ни скорая, ни пожарная. Нарушители попросту прикрывают дорогу транспорту. Вот один герой парковки оставил машину прямо на трамвайных путях. Пассажирам пришлось его авто передвинуть. Но уже через полгода за героев парковки возьмутся по всей строгости нового закона. Он вступит в силу с сентября, когда вернут эвакуаторы. И увеличат штрафы от 255 до 1700 гривен. Но если владелец оплатит его в течение 10 дней, сумма уменьшится вдвое. А вот ловить нарушителей будут парковочные инспекторы. Все нарушения зафиксируют на фото и видео. А квитанцию о штрафах оставят на лобовом стекле. Для этого им выдадут планшеты с подключенным интернетом. Должны будут уйти в прошлое и парковщики. Кстати, они уже незаконны, но все равно продолжают работать за живые деньги. Но до осени все же обещают их заменить паркоматами. В общем, все должно стать как за границей. И паркоматы, и инспекторы, и квитанция под дворником. Но это наше будущее. А вот как эта система уже работает в Европе? В Брюсселе просто так на тротуаре не запаркуешься. Во-первых, тротуары узкие. Во-вторых, практически возле всех домов правая полоса и так отведена под паркинг. Не оплатишь штраф. Те, кто живет в этом квартале, покупают годовой абонемент на паркинг. Ночью и на выходных можно парковаться бесплатно. В остальных случаях тарифы разнятся и зависят от загруженности, рассказывает грек Южин. Он сам изучил эту систему через штрафы. В начале, когда мы не знали, только приехали в Бельгию, то просто оставляли в машине табличку с указанным временем. Получали штрафы на 25 евро. Таким образом приходится научиться платить. На всех платных паркингах есть паркомат. И никому даже в голову не приходит не оплачивать стоянку. На машине указаны все тарифы. Первые 15 минут бесплатные, но все равно нужно взять талон. Просто нажимаем зеленую кнопку и бесплатно получаем талон. Если надо дольше, можно закинуть копейки или воспользоваться карточкой. Максимальное время – 2 часа. Оставить машину дольше можно в подземных паркингах. Тут берете талончик и дальше смотрите на указатели, где есть свободные места. Все подземные паркинги в Брюсселе частные, а наземные – коммунальные. Но платить нужно везде. И благодаря парковкам город получает 100 миллионов евро в год. Раньше у нас были показатели ниже, но нашу службу создали только в 2014. До этого был хаос. Мы унифицировали все, сделали во всех районах простые и понятные правила. И запустили эффективную работу стюардов-контролеров с электронными сканерами и общей базой данных. Сканируя номер машины, контролеры видят нарушителя, которому сразу выдают талон со штрафом. Максимальное число штрафов, которое я выписывал за день – 110. Это был вечер футбольного матча. Эффективная и система взыскания. Служба не ленится доводить дело до суда. Поэтому 70% штрафов удается получить оплаченными. Но главное – это то, что система поменяла привычки. Раньше я просто не заморачивался оплатой, но потом начал получать постоянно штрафы. Так что теперь плачу всегда. Это проблемно, так как каждый день приходится парковаться где-то. И немало за это платить. Но по-другому никак. Паркомест в Брюсселе вдвое меньше, чем машин. Поэтому в городе строят целую сеть частных подземных паркингов. Вся эта бельгийская автодействительность пока для Украины лишь перспектива. Но в Киеве уже проводят инвентаризацию. Решают, сколько еще парковок нужно построить. Створить перехопливающие майданчики били станции метрополитенов. Для того, чтобы было удобно пересуваться и таким образом развантаживать центральную часть нашего места. Но главное, чтобы эти планы не остались лишь на бумаге. И чтобы вместе с европейским опытом наказания за неправильную парковку, власть все же обеспечила возможность парковки правильной. Евгения Коваленко, Елена Абрамович, Марьяна Бурякова и Геннадий Аникенко. Подробности недели телеканал Интер. Продолжение следует...